Славься, славься ты, Русь моя, славься ты, русская наша земля, забудет победить веков всегда, любимая наша родная страна. Я позволю изложить план курса, по которому я буду работать в течение трех месяцев. Курс будет прочитан по воскресеньям в этом зале с 14 до 16-30 часов. Каждое занятие состоит и будет состоять из лекций и семинара общей продолжительностью 2,5, максимум 3 часа. Включаю небольшой перерыв на 20 минут. Каждое занятие посвящено определенной эпохе и теме. Очень сжато, очень емко, но реально. Например, сегодня я излагаю введение в курс, его цели, методологию. Обзор библиографии я сделаю в семинаре после перерыва. Общий план занятий я излагаю сейчас. Главные проблемы еще предстоят. Небольшие пожелания к вам, дорогие слушатели. И условия набора и записи постоянных слушателей. Не сейчас, нет. Тема следующей лекции. 3 февраля. Истоки родного мира. Вот эта тема, над которой я даже так увлекся, что я забросил свою испанистику и многие другие труды. Она меня увлекла. Этим истокам нет конца. Очень интересная тема. Истоки родного мира до исторических времен, до античности. Славяно-русские древности. Венеды, Скифы, Русь до христианской эпохи. Языческая, так называемая, мифология пантеон. Князь Святослав Хоробрый как символ эпохи. Огромная тема. Потрясающе интересно. Огромное множество материалов. Сотни книг. Огромный видеоряд. И как-то нам нужно это освоить без шараханий. Объемно, емко, четко. Каждая эпоха, как вот, например, через образ Святослава, раскрывается через ключевую личность. Через типичную историческую фигуру. Поскольку в этих выдающихся личностях сконцентрировано выражаются характерные черты своей его времени, своей эпохи. Ну, например, 10 февраля. Святая Русь после крещения. Великий Новгород. Потом Киев. И Москва до покорения монголо-татарской ордой. Символ веры православной и христианская культура в эпоху двоеверия. Народный календарь, запятая эпос и фольклор. Владимир, как его именовали, Красное Солнышко, Язычник и Креститель. Очень противоречивая фигура. Очень интересная. Абсолютно по-разному излагается в летописях. Очень противоречивая. Тем не менее, знаменитая и неизвестная, 17 февраля Московское царство от возвышения Кремля до завоевания Сибири. Христианская литература средневековая и иконография, или, правильно сказать, иконопись. Смысл божественной литургии. Царь Иоанн Грозный как образ православного государя. Сейчас на Западе, особенно на Украине, при Балтике, мода отрицания московского периода, что только в Киеве была жизнь. А потом пришли москали и как бы кончилась русская история. Это глубокое заблуждение. Поэтому, конечно, Москву как центр всея Руси нужно освещать с разных точек зрения. Наконец, 24 февраля, рождение империи от Петра Великого до Екатерины Великой. Зарождение отечественной науки и в эпоху просвещения. Примел пример Михаила Ломоносова. Всего два дня назад, вот здесь в этой аудитории, я сидел по второму ряду, потом здесь тоже выступал на трибуне, была конференция международная в рамках православных рождественских чтений, посвященная Леонтию Магнитскому, выдающемуся математику, основателю русско-математической школы. Прекрасно. Более десяти докладов. И по-другому выглядит Петровская эпоха. Не так примитивно, как ее видит Штамповая. Вот так же мы должны осмыслить не только на примере Ломоносова, но и эпоху в целом. 33 марта – золотой век российского дворянства. От побед над Наполеоном до поражения в Крымской войне. Масонство и революции. Пушкинская эпоха. Усадьбы, как дворянские гнезда. И такие личности, как Юрий Венерин, Чертков, Вельтман, Адоевский. Блестящие аристократические фигуры и забытые, непонятые, неизведанные. Я вот подготовил венель, но сейчас готовлю Вельтмана. Хранитель сокровищ Российской империи. Специальная тема будет, сейчас не могу даже говорить. Директор оружейной палаты Кремля. Понимаете, такие вещи надо нам всем знать, а мы их не знаем. 10 марта – расцвет русской, 10 марта – не расцвет, а тема. Расцвет русской культуры и науки царской России, или, как мне подсказать, имперской науки. Западники и славянофилы. Полемика вокруг полемики Белинского и Гоголя, как ядра этой проблемы. Музыканты, знаменитая могучая кучка, как ему перепонимали лучшее, The Mighty Five. Толстой, Достоевский, Чайковский – золотой век русской культуры. Далее, продолжаем в марте, Российская империя от эпохи буржуазных реформ до войны 14-го года, вообще до буржуазной революции. Опять эта дилемма – революционеры против консерваторов, победоносцев и тихомиров против Бакунина и Нечаева, или наоборот. Достижения дореволюционной, вот здесь, имперской науки и техники. Потрясающий факт, и здесь сидит мой друг, который составит энциклопедии памяти славы и достижений русского народа. Мы просто не знаем историю отечественной науки. Но для меня было множество открытий. Ну, конечно, Лобачевский, конечно, Менделеев и так далее. И вообще весь Серебряный век русской культуры. Далее переходим к началу трагической эпохи, которую Солженицын назвал «красное колесо». То есть революционный взрыв 1917 года, уже подготовленный очень хорошо, и социалистическое строительство, которое я вначале назвал социалистической реставрацией. Но чтобы не смущать ваши умы, я пока называю строительством. Это потрясающая тема. Тайное и явное в революции. То есть конспирологический взгляд на революцию. От Ленина к Троцкому и Сталину. Русская эмиграция и советские наследники российской культуры. Далее сложнейшая, болезненная, как кровоточащая рана тема. Вторая мировая война и ее последствия. Темы «Кто и когда начал Вторую мировую войну?» Я подчеркиваю, когда. Сталин против Гитлера. Две модели социализма. Советские деятели и культуры сталинской эпохи. Я не только политика беру, там, Берия, Молотов, Иштанов, Каганович, но и деятели культуры. А обязательно. Сталинский ампир как стиль. Это очень интересная тема. 7 апреля уже весна. И у нас будет такая тема, как СССР во главе социалистического содружества. Тоже новое поколение уже этого не знает. От Хрущева до Горбачева. Варшавский договор против НАТО. Достижения науки и техники. Советская космонавтика. Русские патриоты. Обзор от Солженицын, Глазунов, Платонов, Белов и так далее. И диссиденты-западники. Мы тоже их вспомним. Хорошим словом. Сахаров, Андрей Вознесенский, Новодворская и прочее. Надо изучать. Постсоветская Россия. Вот мы и перебрались уже в нашу современность. От либеральных и монетаристских реформ Ельцина до государственно-капиталистических преобразований Путина. Раскол Руси. Русский народ в окружении цветных революций. 21 апреля. Тема с элементами прогнозирования. Сейчас очень модно. Прогнозы пишут, которые потом не сбываются. Конец мета переносится периодически. Каждый год переносится. Но вот у меня называется очень скромно. Россия перед вызовами 21 века. Вымирание или возрождение. Вот первая дилемма. От топливно-энергетической модели экономики к новым технологиям. И, наконец, Россия между Европой, Китаем и США. Последняя тема будет тоже обзорная, как сегодняшняя. Но уже не открытая и не бесплатная. Она будет сугубо специальной. Это общие выводы и подведение итогов по всему курсу. Закономерности, особенности и приоритеты русской цивилизации. Новые открытия прошлого. Аристократия будущего. И очень конкретное награждение наших лучших слушателей и приглашение к сотрудничеству. Ознategный поля, тренежный национер. Продолжение следует. Продолжение следует...